добрый день сегодня 30 марта 2022 года я нахожусь у китайцев значит здесь порядка 20 теплиц теплицы по 120 метров на 12 ну я думаю наверно стандартные теплицы для всех китайских производителей значит здесь растет огурец madeira madeira без прививки на собственном корню сеялась эта madeira 16 16 января и в теплицу рассада высаживалась ну 20 20 22 21 февраля то есть где-то 35 дней 35-40 дней она была в рассаднике и потом высаживать так как эта весна в принципе практически не отличается от весны прошлого года весна прошлого года в краснодарском крае было также очень холодная вот растение очень долго развивались мы видим это по вот этим вот коротким междоузле видно по головке что до сих пор еще пытается выбрасывать огурчики если подойти к краю где вот было более прохладно видно что весь край растений менее развиты где ближе к котлу к теплым к трубе растения побольше что хотел сказать китайцы на самом деле очень сильно отличаются выборе выращивания допустим здесь до сих пор еще не было ни одной подкормки через каплю то есть еще вообще ничего не давали через каплю кроме воды только вода но на одну теплицу вносилась где-то порядка десяти тонн навоза и перед посевом вносили 150 килограмм а зафоски на одну теплицу в принципе это все что было в грунте вот 22 февраля были две листовые обработки значит первая обработка это была антистресс аминокислоты вот и вторая обработка это комплексное удобрение с микроэлементами и тоже с аминокислотами по большому счету это все что было из питания с 22 февраля по 30 марта вот вообще больше ничего не было сама модера гибрид этот отличает очень неплохая устойчивость по нижним температурам вот здесь рядом есть огурец вятич он тоже также на собственном корне вот естественно он отстает в развитии ну и сам китаец тоже обращает на это внимание у него модера второй год и вятич второй год только в этом году соотношение где-то 80 на 20 80 процентов это модера 20 процентов это огурец вятич я думаю что многие из вас знают что если есть смысл выращивать вятич что его лучше выращивать только на прививки только на прививки понятно что прививка нам отодвигает сроки первого сбора вот без прививки мы получаем гораздо раньше продукцию вот вот так вот короткие короткие междоузли сейчас когда у нас пойдет уже ну температуры обещают к выходным уже плюс 25 плюс 30 и естественно огурец резко стартанет первое что будет даваться сюда в теплицу ну я говорю здесь совсем другие дозировки значит на одну теплицу здесь дают порядка пяти килограмм кальциевые селитры вот теплица 100 метров 5 килограмм кальциевые селитры питание происходит значит через четыре дня через четыре дня поочувствую такая раз в четыре дня примерно это соблюдается на всем протяжении вегетации значит кальциевые селитры это пять килограмм также сюда следующая подкормка это где-то пятнадцать килограмм очевидны 20 килограмм это что-нибудь типа 18 18 18 20 20 20 вот и туда же добавляется либо комплексное удобрение либо где у нас больше калия ну то есть может быть даже и не комплексное может быть и калий калийная селитра или сульфат калия калий сирнокислый не вносит потому что почва это кислая поэтому стараются работать либо калийная селитра либо сульфатом калия туда же добавляется порядка 10 килограмм то есть есть у нас 10 калия 15 мочевины это 25 и 20 килограмм 18 18 18 это дается не на одну а на две теплицы потому что подкормка идет на две теплицы 45 килограмм удобрения а туда еще добавляется в зависимости того какой препарат каждый раз при питании какой-то комплекс микроэлементов это я сейчас говорю о питании которое подается через каплю вот профилактические работы по по защите от грибковых заболеваний производится проводится каждые 15 дней здесь я к сожалению сказать не могу что именно потому что препараты китайские и ни одного слова не на английском и на русском там нет поэтому что это я сказать не могу вот либо это что-то где действующее вещество медь возможно скорее всего на основе меди вот ну как то вот так вот выглядит модера модеру еще кстати отличает от других гибридов на этот момент всегда у модера очень-очень даже вот когда не так высокое растение очень толстый стебель толщина стебля ну более мощная она когда я высокая стебель более мощный и когда она сейчас у нас подойдет где-то на высоту ну с полметра уже в пазухах начнут образовываться сразу несколько огурчиков там их бывает на модели и по три и по четыре вот ну вот так вот выглядит модера в китайских теплицах я скоро буду еще в одной теплице в которой мы уже делали видео также у китайцев вот и сделаем еще одно видео на модели с прививкой вот там конечно есть отставание в росте будет в развитии прививка все-таки это замедляет вот но все это постараюсь показать покажу еще и вятич на прививке как выглядит вятич ну естественно когда уже будет растение подходить шпалере основная нагрузка тоже сделаем покажу как будет выглядеть уже в это время но это будет уже скорее всего где-то конец апреля если больше не будет никаких климатических аномалий то в конце апреля уже будет возможность делать такие видео все до свидания до свидания